Болград далеко, Арциз близко. Жители Юга Одесской области продолжают протестовать против административной реформы, которая делит Одесскую область на 6 районов. В понедельник утром жители Арцизского и Тарутинского района в знак протеста против присоединения к району Болградскому перекрыли в районе Сараты трассу М-15. По пешеходному переходу на 120-м километре трассы М-15 туда-сюда ходят около 200 человек. Каждые 20 минут протестующие пропускают скопившийся транспорт. Постоянная зеленая улица только пассажирским автобусам и спецтранспорту. Инициаторы акции говорят, это мероприятие предупредительного характера. При необходимости палатки могут появиться у стен обладминистрации и даже у парламентских комитетов в Киеве. То объединение, которое происходит у нас, особенно в Одесской области, оно алогично тем принципам и методике реформы административно-территориальной. И делается в угоду иностранным государствам и некоторым политическим силам, политическим лидерам, которые делят районы под себя. Мы говорим в первую очередь о доступности. В методике прописано до 60 километров доступность. У нас же с некоторых сел, особенно Тарутинского района, ехать больше 150 километров по грунтовым дорогам. Любопытно, что первоначально Арциз был в списке шести новых райцентров. Однако вновь активизировались разговоры о сохранении единого болградского района. Причем открыто в этот вопрос вмешивались и политики республики Болгарии. Выражая озабоченность из-за проводимой в Украине административно-территориальной реформы. Жители двух районов украинской Бессарабии с таким поворотом категорически не согласны. Было два района, создавалось по центру два района. Белгороднестровский и Арцизский. И географически нам было выгодно Арцизский, потому что ближе добираться это расстояние. И как-то за 10 дней ни с того ни с сего по чему-то желанию МИДа Болгария заявила о том, что они хотят Болградский район. Ну конечно можно создать Болградский район, но ребята создайте его Бесторутинского и Арцизского. Мы не против Болгарского района, но мы против увеличения Болгарского района за счет Арцизского и Тарутинского. Болгарский район самобытный район, но давайте не будем ущемлять жителей Арцизского и Тарутинского района, не будем ущемлять людей разных национальностей, потому что в Бессарабии живут и Гагаузы, и Молдаване, и Украинцы, и Русские. Так почему же мы создаем район под Болгарией? Я сам болгарин, но я против такого объединения, потому что я считаю, что это алогично. Пока нет четкого ответа на вопрос, какие функции будут у вновь созданных райцентров. Возможно, никаких важных решений райадминистрации уже принимать не будут. Но жители Тарутинского и Арцисского районов, независимо от разъяснения столичных чиновников, готовы бороться за райцентр в Арцисе до победного конца. В любом случае, будут некоторые функции, будут некоторые услуги, за которыми людям придется обращаться в районный центр. Это однозначно. И давайте говорить, само удобство, сама практика жизненная подсказывает, что нам проще ехать, допустим, в областной центр через Арцис и Болград, например, совершенно никому не по дороге. Совершенно не по дороге. Поэтому время покажет, но в любом случае Арцис – город, который подходит для того, чтобы быть районным центром. Перекрытие длилось почти три часа. Ориентировочно 18-19 июня вопрос новых шести районов будут рассматривать в парламенте. В случае, если нардепы не учтут мнение жителей двух районов, акция может переехать под стены Верховной Рады. И это может быть куда больше двухсот человек. Виталий Хеми, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова